Здравствуйте всем! Я думаю, что большинство желающих послушать лекцию уже собралось. Меня зовут Алёхова Елена Юрьевна, и сегодня я постараюсь заменить Георгия Владимировича, который немножко уехал в командировку. Сегодняшняя лекция будет посвящена правам доступа. Так, все сели, все разобрались. Сначала определимся, что такое права доступа, про которые мы будем сегодня говорить. Права доступа в контексте сегодняшней лекции – это будет некоторая функция, которая переводит тройку, субъект, объект и тип действия в одно единственное решение – да или нет. Сначала я расскажу немножко теории про то, какими способами эти права доступа можно сдавать, какие существуют модели у модели доступа. И потом мы рассмотрим традиционные линуксовые права доступа, дискреционную модель, что там есть интересного и хитрого. И попробуем немножко проговорить про мандатные ролевые модели и про то, как опять же их реализовывать в этих ваших линуксах. Итак, начнем с того, что такое модель доступа, какие у них бывают типы. Мы сегодня будем говорить про три основных типа моделей доступа. Это дискреционная, мандатная и ролевая. Дискреционная модель доступа, которая является так же традиционной для юних своих систем, отличается от двух остальных одной простой вещью. Она дает достаточно много свободы самим пользователям и самим пользователям. То есть если у нас есть какое-то право что-то делать с каким-то объектом, то в дискреционной модели доступа мы этим правом можем с кем-нибудь поделиться. Именно поэтому она называется дискреционной, что значит, что по собственному усмотрению перевод этого слова. То есть владелец ресурса может что-то с ним по собственному усмотрению делать. В принципе, пока у нас есть какие-нибудь научные исследования или просто наш домашний компьютер, дискреционной модели нам достаточно. Но как только у нас появляются какие-нибудь большие организации, которые хотят устанавливать вертикаль власти или еще что-нибудь в таком духе, нам сразу такая свобода, когда правом можно поделиться, она нам не нравится, и нужны какие-то модели доступа, в которых права устанавливает только администратор или только какая-то централизованная власть, и пользователи передавать права не могут. Как раз такие модели, в которых пользователи что хотят делать с правами не могут, это мандатная и ролевая. В мандатной модели, в наиболее простом ее варианте у нас у каждого субъекта, субъект это тот, который хочет что-то делать, а объект это то, с чем субъект хочет что-то делать. В наиболее простом виде мандатной модели у нас у объектов есть уровни доступа или уровни секретности, грубо говоря. То есть всем доступен для служебного пользования или какой-нибудь аналог, секретный, совершенно секретный и так далее. И субъекты, то есть те, кто хочет что-то делать с объектами, у них есть тоже метки, которые говорят, что вот этот может читать секретные документы, вот этот может писать в особо секретные документы, а вот этот вообще ничего не может. Это наиболее простой вариант мандатной модели доступа. Ролевая модель доступа, это немного усложненная по сравнению с дискрепционной и мандатной. В ней у нас уже могут что-либо делать или не делать не сами субъекты, а некоторые роли. А дальше у каждого субъекта может быть несколько ролей, и эти роли могут меняться. Большую часть лекций мы сегодня, наверное, будем говорить про дискрепционную модель доступа и про то, как она реализуется в Linux. Когда мы говорим про реализацию дискрепционной модели доступа в Linux, в Linux, у нас сразу всплывает несколько сущностей. Это сущности пользователей, группы пользователей, Внезапно суперпользователь, он же root. А также уже поминавшиеся в этой аудитории процессы и файлы. Итак, пользователи – это те, кто могут пытаться что-то сделать. Наши субъекты. Группы пользователей – это объединение пользователей, которым могут вдаваться какие-то общие права. Суперпользователь – это волшебный пользователь, который может все. Далее. Собственно, сам пользователь, Вася Пупкин, он никогда не полезет что-то делать с файлом. То есть он не полезет булавкой выкалывать на жестком диске битики. Понятно, да? Он запустит какой-то процесс, который будет за него это делать. Поэтому в реальной жизни субъектами нашими являются процессы. То есть именно они будут пытаться что-то делать с объектами в нашей системе. То есть процессы – это субъекты, объектами чаще всего будут файлы, но не всегда. Итого, вспоминая нашу первую строчку, которая здесь была под правами доступа, права доступа будем считать нулевой строчкой, там было про субъекты, объекты, типы использования. Субъекты у нас появились, объекты у нас появились, осталось узнать, какие у нас будут типы использования. Типы использования у нас будут традиционные. Кто мне назовет типы использования, которые есть в Linux стандартной модели? Ну, read, правильно. Right, правильно, еще. Execute. Что там еще было с шепотом? Уничтожение? Все, окей. Все. Отлично. Теперь, как у нас вся эта модель реализуется, то есть как мы узнаем или устанавливаем, кому можно читать, кому можно писать, кому можно выполнять что-либо. У каждого файла, кто знает, как хранится файл в файловой системе вообще? Смотрел кто-нибудь когда-нибудь? Да? Отлично. Да, вы знаете, что там вообще-то, кроме собственной информации, которая содержится в файле, в файле хранится много чего. В частности, там могут храниться различные атрибуты файла. Вот. В этих-то самых атрибутах и записывается, какие права Rvx, кто к нему имеет. Во-первых, у каждого файла есть владелец. Внезапно. Лена, что файлом, что ты называешь? Что? Что ты называешь файлом? Файлом я сейчас называю объект файловой системы. Если у нас есть множество и нот, в котором есть у нас две строки в двух разных местах структуры каталогов, это два файла или один файл? Два хардлинг на один тот же набор и нот. Это два? Просто два. Ну, надо различать вещи. Есть владелец, есть группа владелец. Как на это посмотреть? На это можно посмотреть прекрасной командочкой stat имя файла. Если вам внезапно захотелось узнать, какой владелец у файлика тест, который вы только что создали в своей домашней директории, вы можете убедиться, что владельцем будете вы, если скажете, если команду стат имя файла или там стат тест, если у вас еще раз дается тест. Кроме этого, для каждого файла хранится некая матричка доступа, которая обычно пишется в строчку, но матричку ее рисовать удобней. Которая, собственно, задает права. Соответственно, она будет говорить, кто может читать, писать, выполнять. Эти кто с традиционной модели имеют весьма ограниченное ограниченное область определения. Мы можем задать эти права для владельца, для группы владельца и для всех остальных. Все остальные. Возникает закономерный вопрос. Собственно, группы у нас может быть много у каждого пользователя, как нам прекрасно известно. Более того, у нас есть некая primary group, которая у нас записана. Там где-то c по svd-комте, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Кроме того, у нас есть много разных других групп. По умолчанию, при создании нового файла, если нет никаких дополнительных условий, файлу присвоится в поле владельца, группа владельца, присвоится primary group, первичная группа для того, кто создает файл. Ее можно поменять командочкой chgroup внезапно. Change group. И поставить любую другую группу, в которую вы входите. Группу, в которую вы входите, можно посмотреть командочкой groups. Заметим, что группу, в которую вы не входите, присвоить файлу нельзя. Еще можно поменять владельца файла командочкой chown. Но командочку chown может сказать только пользователь root, который может все. Обычный, простой, смертный командочку chown сказать не может. Поэтому запомните, что она такая есть, и запомните командочке, которая не может сказать простой обычный пользователь, которая может сказать только root, я буду перед ними ставить решеточку. Решеточка не входит в синтаксис команды, команда просто chown. Решетка означает, что я могу выполнить только root. Итого. Всем все понятно или все уже слегка? Chown меняет владельца файла. То есть у нас у каждого файла есть владельца, есть группа владельца. Chown меняет владельца. Вы создали файл, сказали touch, тест. У него появилась владельца вы и группа владельца, ваша праймари-группа. Дальше, группу у него вы можете поменять на любую, к которой вы принадлежите. Также root может отобрать у вас этот файл и сделать владельцем не вас, а кого-то еще, сказав Chown. Понятно всем или нет? Отлично. Вроде все элементарно пока что. Итого, возвращаемся к нашей матричке доступа. У нас есть все, группа, все остальные, у нас есть права на чтение, на записи, на исполнение. Ну, соответственно, здесь могут они как-то быть заполнены. Например, владелец, пускай у него будет, он умеет все, а все остальные могут читать, писать, но не могут исполнять. Например, не, ну, пускай будут, не, только читать, так лучше, для файлов. Небольшое отступление. Для файлов семантика этих rvx очевидна, более-менее, я надеюсь. Для директорий, в принципе, она должна быть вам тоже известна, если вы хотя бы на втором курсе, у нас таких большинство. Но я ее повторю. Что значит rvx для групп? Собственно, самое интересное, фу, не для групп, простите, для директорий, я уже сговариваюсь. Если мы скажем, чмот, чмот, какое-нибудь там, 6, 6, 6, майдир. Что, хорошая цифра, 6, 6, 6. Всем прекрасно. Кто мне скажет, если мы поставим такие права на директорию, в чем у нас возникнут проблемы? Кто на втором курсе уже был? 0,36. Окей, если вы хотите, пускай будет 0,36. Что мы сможем с этой директорией сделать, а что не сможем с этой директорией сделать? Отлично, зависит от умаска. Нам сказали умное слово умаск, я про него потом еще скажу. Пускай умаск у нас стандартный. Какие права у нас выставлены? Давайте, мы помним все, что вот это, что первым у нас идет владелец в такой записи. Возможно, не все, но тогда схожу. Про этот бит пока не говорим. Первым у нас идет владелец и права владельца. Потом у нас идет права группы владельца. Потом у нас права всех остальных. Ну и, соответственно, у нас идет rvx, rvx, rvx. Соответственно, при шестерке это у нас означает, что у нас 1, 1, 0. То есть мы убрали всем права x на директорию. В чем будет проблема? Правильно, почему? Правильно, потому что права x на директорию, собственно говоря, означает, что мы можем посмотреть список файлов в ней. Это с одной стороны. С другой стороны, я пока готовилась к лекции, попробовала на старом Debian сделать ls на директорию, в которой не стоит x, и получила очень интересную штуку, что она мне для каждого файла в директории сказала, у вас нет доступа к файлу такому-то. И напечатала имя файла. Поэтому, в общем, когда вы пользуетесь таким, и на этом надеетесь, всегда проверять, что он действительно работает, потому что иногда могут быть всякие забавные казусы. Окей. Как менять чоун мы рассмотрели, чгрпы мы рассмотрели, как менять группу, как менять владельца? Осталось нам тут посмотреть чмот, командочку, которая, собственно, позволяет поменять права на любом созданном файле или директории. У нее есть синтаксис цифровой и синтаксис символьный, то есть мы можем права указывать в цифровом виде, мы можем права указывать в виде rvx. Ну, например, если мы хотим добавить какому-то файлу права x. Можем сказать чмот user. Это кто хочет? Мы хотим добавить user. Ой, простите. Чмот user плюс x. Имя файла. Ну, например, скачали мы какой-то install.sh откуда-нибудь, а нам наша добрая система с него права executable убрала во избежание. Мы все-таки хотим выстрелить себя в ногу и запустить какой-нибудь install.sh непонятно откуда взятый. Нам тогда, чтобы он запустился, нужно сказать что-нибудь в духе чмот u плюс x на этот файл. Кстати, насчет этих дефолтных прав, которые нам добрая система ставит, когда мы что-то внезапно откуда-нибудь скачиваем или создаем. Дефолтные права задаются тем самым двумя вещами. мод и умаск. Обе эти вещи создаются администратором нам для смены, если мы простые обычные пользователи, недоступны. Мод, собственно говоря, задает какие-то дефолтные права ставить. Допустим, там. А умаск в дополнение говорит, какие биты оттуда исключить. Давайте какую-нибудь поинтереснее возьмем. 5.5 будет не очень интересно. Не интересно. Значит, как это выглядит на деле? У нас появляется файл. Из ниоткуда возникает файл. Ему нужно присвоить какие-то права. То есть вот у нас вектор его... Не права, а разрешение. Вот у нас вектор. Мы на нее записали 7.5.5. 1.1.1. 1.0.1. Мне плохо. Давайте запишем ему 7.5.7.7.7.5. Иначе просто не будет понятно, зачем умаск. И 1.0.1. Отлично. Но прежде чем файл с такими правами куда-то выпустить, у нас применится еще умаск, который нам возьмет и скажет тут нолик, нолик, нолик. Тут нолик, единичка, нолик, 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 единичка, нолик. Он возьмет, и вот этот бит, который здесь был, зарежет. Тут он тоже не появится. Но тут его и не было. Все хорошо. А вот эту единичку, которая была, которая давала писать всем, кто в группе, он убьет. И у нас конечные права, с которыми создаться файл, будут все те же наши красивые 7.5.5. Это, к примеру, о том, что вы скачиваете файл, у вас непонятные права куда-то выставляются, вовсе не 7.7.7, как вам бы хотелось, чтобы у вас все быстро работало и сразу. Смотрите свой умаск. Свой умаск можно посмотреть внезапно командочку умаска с командной строки. Он вам выдаст вот эту строчку. Окей. Значит, краткое резюме по РВХ. У вас есть чмот, у вас есть чгрп. С ними вы живете, в основном общаетесь. Далее. Все я сказал или не все я сказал? Да, можно, конечно. Меняет группу у файла. У файла есть атрибут, у него есть владелец, у него есть группа владельца. Группа владельца меняет чгрп. Понятно? Скажите, как ты меняете праймарий группу в больных лиц? В ЕТЦ, дай бог памяти. Я ее не знаю. Волне возможно, что она есть. Можете нагуглить эту команду. Я знаю, что либо в ЕТЦ по СВД, кажется. Она, если я не ошибаюсь, она про все ЕТЦ по СВД. Вот. И, в общем-то, если когда-то это нужно, там это и делается. Вот. Вообще, обычно праймарий группа пользователей сдается дефолтно при создании. И лезть в нее лишний раз не надо. Окей. Ничего все-таки еще хорошего хочу вам рассказать. А, ну да. Как создавать группы, добавлять к ним пользователя? Это, опять же, уже задание для суперпользователя. Но вам они вполне, возможно, на ваших машинах понадобятся. Команда невероятно сложная по своим названиям. addGroup и addUser группный. Кажется так. Соответственно, addGroup создает новую группу, addUser это какого-то... Вот тут не помню. Посмотрите в мане. Возможно, я путаю. Возможно, тут сначала name, потом group. Даже, скорее всего. Добавляет какого-то пользователя в группу. Соответственно, не вижу смысла менять праймарий группу у пользователя, если можно просто его добавить в новую группу. Можете рассказать use case, в котором вам хочется сменить именно праймарий группу? Окей. Разобрались. Разобрались. Идем дальше. Иногда такой модели, в которой вы можете только задать права для владельца или для группы владельца, вам не хватает. Тем более, что у вас там за каждой новой группой нужно бегать к администратору, если у вас нет особых прав на машине. И, в общем, это весьма муторно. Поэтому ради этого придумали ACL, или Access Control List, в списке Access Control List. Которые вам позволяют без лишних мучений сказать, что этому пользователю можно с моим файлом делать то-то, этой группе пользователей можно с моим файлом делать то-то и так далее. Сейчас я приведу команду. Значит, они управляются двумя основными командами. Это getFacul и setFacul, который, как ни странно, одна говорит, какие права стоят на файле, а другая их устанавливает. Сейчас приведу пример командочки setFacul. Точнее, я ее нагло перепишу с подсказки. Точнее, я ее нагло перепишу с подсказки. Так будет. Сейчас я объясню, что здесь за магия творится и что это за странные буквки. Спасибо. Буквки на самом деле не очень странные. Первая буква говорит, для кого мы хотим сказать. Для пользователя, для какой-нибудь группы или для всех остальных. Отличие в том, что если мы при обычных традиционных правах можем сказать только, что группа RVX у нас возьмет та группа, которая есть у файла, то здесь мы можем конкретно группу указать между этими двумя двоеточиями. Ну, вот здесь есть пример, я переписала пример с пользователем. Когда мы говорим, что у нас для пользователя Вася, мы хотим установить права RVX на файл тест. Также можно сказать, что мы хотим для группы, например, students, поставить права на чтение. И все. Ну, или что-нибудь в таком духе. Понятно? Вроде никакой магии нет. Буковкой говорим user-группа или answers. Если у нас есть, дополнительно указываем группу, говорим двоеточие, группа, двоеточие, какие права хотим для этой группы. Дальше на какой файл мы это хотим. Для директории у нас добавляется еще одна возможность. Вот эта буковка D, которая будет нам говорить, что у нас при создании файлов в директории по умолчанию эти права тоже будут к ним применяться. Точнее, не эти права, а вот те, которые мы после этой буковки D скажем. То есть, если у нас есть testdir, и мы к ней применили setfacl вот такую штуку, то когда у нас там будут создавляться новые файлы, то их юзер Вася сможет с ними делать все, что угодно. Даже если на самом деле этот testdir Вася ни разу не принадлежит. Понятно? Дальше. Ключики минус s и минус m означают ровно то, что при минус s у нас затирается все, что было раньше, и ставятся новые права, а при минус m у нас добавляются к старым правам те, которые мы прописали. Это понятно? Да. Еще раз, что значит, что у тебя ничего нет? Это означает, что как традиционные права, берется владелец и группа владельцев. Еще вопросы. Всем все понятно или всем все непонятно? Мнения разделились, ну ладно. В чем здесь есть небольшая штука? Во-первых, чтобы у вас все это заработало, нужно установить пакетик ACL, который по умолчанию стоит далеко не везде. Во-вторых, даже если вы поставите пакетик ACL и попытаетесь немедленно что-нибудь попробовать кому-нибудь установить ACL, то вас система слегка пошлет и скажет, что она не может ничего установить. Потому что для того, чтобы все это работало, у нас должны быть файловые системы, подмонтированные с ключиком ACL. Внезапно. Значит, если мы это делаем руками, командочкой mount, допустим, то мы должны писать в духе mount минус CX3 какой-нибудь, минус O, ACL. Ну и дальше, кого куда. Если мы не хотим каждый раз писать в команду mount, а мы чаще всего не хотим каждый раз ее писать, нам нужно сделать запись в стаб, которая, в общем-то, не будет слишком сильно отличаться. Так, в случае, если ты будешь примонтировать подмонтированный том, надо сказать еще минус O, ремонт. Ну, подразумевается, что примонтировать премонтированный том, это не... А если на кой? А если хочешь включить ACL на корню? Хорошо. Тогда что нужно... Продиктуй, что нужно сделать, если мы хотим включить ACL. Запитай ремонт. После здесь? Да. Окей. Если вы хотите на живом корне, внезапно, руками включать ACL, то вам нужно сделать вот так. Если вы хотите все-таки при перезагрузке получить свою работающую систему, то вы должны внести правочку в FASTAB. Там должно значиться в духе... Черт. Нет, там просто в четвертой игре играть, в четвертой. Ну, в четвертой, да. Управдывается параметр, и там просто выказать, что это... Ну, да. В общем, у вас там есть место между типом файловой системы, духе X3, и цифровыми параметрами, там, в духе 1, 2. Тут у вас указываются дополнительные опции. Вот тут-то вам нужно вписать ACL. Тогда у вас ACL подхватится, и вы все эти волшебные командочки сможете использовать. Только бывает, наверное, все-таки репат к ремонтированию. Один и не помнишь. Короче, это из примера. Еще раз. Про FASTAB еще раз? Потому что до этого ТОМ не был смонтирован с рамкой МОСС. Вы его сам самонтировали? Первое, с этой тема, который не был смонтирован, то надо его монтировать без рамки МОСС. Если у нас раздел, который мы ранее не смонтировали, то его нужно ремонтировать, но после указания, и указать, 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 и ук Если вы пытаетесь еще раз сказать mount, то вас пошлю. Например, если вы смонтировали корень, вы не сможете его смонтировать. Если вам сказать, что mount, по параментам 5, то вы не сможете смонтировать корень, потому что у вас есть открытый парольный момент. Корень может только перемонтироваться. Или туда, чтобы лент приобрести. Решите свои быстрые темы, поддерживайте. X3, Razer, XFS, GFS. Почти все, да? Еще из интересных атрибутов, про которые хотелось бы поговорить, по-моему, про них начинали шипеть что-то в начале лекции, когда говорили про RVX, но очень быстро затихли. Это битики Setuit и Setgit. Кто про них вообще слышал? Поднимите руки. Что? Setuit и Setgit. Это то же самое. По-моему, это просто Setgit. Давай я расскажу, потом ты дополнишь. Хорошо? Тут появляются некоторые новости относительно атрибутов. Я расскажу то, что я знаю, а потом уважаемый Есер расскажет то, что он знает. Значит, битики Setuit и Setgit имеют весьма разную семантику для двух типов файлов. Для исполняемых файлов и для директорий. Сначала поговорим про исполняемые файлы. Для этого нам придется немножко вспомнить, про что такое процесс. Как ни странно. Как только у нас появляются исполняемые файлы, у нас появляются процессы и права процесса. Собственно, когда мы говорили все это про доступ к файлам, что у нас там что-то можно с ними делать, что-то нельзя с ними делать, что-то можно писать, нельзя писать и так далее. Как мы уже говорили, у нас не сам пользователь там лезет и что-то делает. Он спускает какой-то процесс, который либо что-то может, либо что-то не может делать. Собственно, у процесса тоже есть владелец, у процесса есть владелец и группа владелец. Погоди, как все сложно. Группа владельца. Причем по умолчанию владельца, группа владельца наследуется. То есть если у нас был shell, запущенный из-под нашего логина, с нашим уидом, и мы из-под него запустили процесс, например, ls. То у этого ls, внутри ядра, там, где хранится информация о процессе, будет записан уид наш, будет наш записан гид нашей primary группы. И когда этот ls полезет к файлам, сравниваться будут именно те атрибуты, которые хранятся в файле, то есть там владелец, группа владельца, и что мы можем, что нельзя делать, с владельцем и группой владельца процесса. И по этим данным будет выясняться, а может процесс куда-то лезть или не может процесс куда-то лезть. Но иногда нам нужно, чтобы процесс, который был запущен из-под простого пользователя, из-под Васи Пупкина, мог делать что-то странное. Например, мог работать с сетевыми устройствами, потому что Вася Пупкин очень хочет запускать пинг. И при этом мы не хотим Васе Пупкину ради каждого пинга давать права администратора ни в каком виде. Для этого придумали финт ушами, а именно сетуидные приложения. Если у нас на файле стоит сетуид бит, который ставится внезапно чмот плюс с, имя файла, то когда у нас Вася Пупкин будет запускать пинг, то права пинга возьмутся не из гида и вида Васи Пупкина, а из гида и вида владельца файла. А владелец файла может от Васи Пупкина весьма отвечаться и быть, например, рутом. Понятно, что у нас есть владелец файла, из которого мы запускаем, и у нас, собственно, есть тот, кто запускает. И это могут быть разные люди, разные пользователи. Надеюсь, что понятно. Что нам это дает? Это нам дает то, что мы можем из-под Васи Пупкина запустить пинг с рутовыми привилегиями. Благодаря сетуидному приложению. Для исполняемых файлов совершенно аналогично действует сетгид. Группа владельца процессов, группа владельца у процесса проставляется не группой владельца, запустившего его пользователя, а группой владельца, который есть у файла, из которого берется исполняемая часть этого процесса. Понятно ли? Кому непонятно? Поднимите ручь. О, отлично. Что именно непонятно? Что такое файл? Что такое процесс? Что такое владелец? Что именно из этого непонятно? Файлы есть атрибуты. В атрибутах ставится битик, который говорит, что мы запускаем, когда мы запускаем процесс использования, исполняемого кода из этого файла, то у процесса права не того, кто его запускает, а того, кто владелец файла. У него меняется эффектив вид, соответственно, не того процесса, который его продает, а у него меняется вид, эффектив вид процесса, того, кто запускает, на тот, чьим овнером является файл, который запускает. То есть если у вас, например, с пингом, у вас там юзер с видом 1000 запускает, точнее, там shell, пытается делать экзек на файл bingping, или user bingping, не помню точно, у которого овнер root, то есть уит 0, и стоит suit bit. Тогда, после того, как он делает экзек, у этого процесса, который получается в результате экзека, у вас будет уит не 1000, как у изначально продюсер, выполнявшего экзек процесс, а 0, сколько такой овнер у данного файла, и поскольку у него стоит suit bit. На время выполнения кодов этого файла? Нет никакого времени выполнения. Понимаете, вам подменяется сегмент кода процесса и начинает он выполнять. То есть завершением этого процесса, ну, как завершением кода этого процесса, завершается этот процесс. Соответственно, он до конца работы процесса, пока он не выполняет экзек другого suit, у вас будет уже эффект будет другой. Короче, сколько у меня времени еще? У вас еще тоже вопрос? Да. Как установить, какие команды можно запускать пользователя под чужими именами? Ну, смотрите, у него есть доступ к файлам, точка x на эти файлы. Либо она у него есть, либо его нет. Если там стоит x-овый права на этот файл у этого пользователя, точнее, у группы этого пользователя, то будет. Тем, что формат тоже хранится в каком-то исполняемом файле. Понятно? На этот исполняемый файл у пользователя нет права x. Ему скажут, что такой команды не существует, когда он попытается сделать формат. Давайте я нарисую картинку, потому что, по-моему, с картинкой будет понятней. Сейчас меня будут ругать, но все-таки. Есть файловая система. Есть ядро. В файловой системе хранятся файлы. Да, вот это ядро, а вот это файловая система. У нас лежит в себе спокойно какой-нибудь файл. Например, там. Пинг, наверное, неинтересно. Какой взять исполняемый файл, который может сделать плохо? По сводо это не учат, на лицу 2. По сводо пускай будет. По сводо позволяет менять пароль, если что. У него есть, это исполняемый файл, это бинарник, да, нолики и единички, которые, в принципе, могут когда-то исполниться. у него есть атрибуты. Молчи. Ладно, все не так, зато так будет, я надеюсь, чуть-чуть понятнее. Спасибо. 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 Внутри ядра у нас есть процесса, да. В каждый процесс какая-то структурка данных. Сейчас меня будут убивать, но пока меня не убили, я вам кое-что попытаюсь рассказать. В этой структурке данных есть разные поля. Например, в них есть PID-процессы, то есть идентификатор процесса. В них есть UID-процессы, то есть некий идентификатор пользователя, ID пользователя. И в них есть ГИД, ID группы. По умолчанию ID пользователей, ID группы наследуются. То есть если у нас один процесс продил другой процесс, то у него ID пользователи, ID группы отнаследуются. Понятно, да? То есть есть у нас юзер Вася Пупкин, у которого есть Shell. Shell это процесс. Когда юзер Вася Пупкин из Shell запускает LS, то LS это новый процесс. И у него будет ID и группы UID и GID, такой же, как был у Shell, то есть UID и GID Вася Пупкина. Это понятно всем? Отлично. Окей. Дальше у нас есть файловая система, у которой в атрибутах, она вообще лежит там где-то далеко, но у нее есть атрибуты у файла, в которых, как ни странно, тоже есть юзер ID, он же владелец, есть группа ID, она же группа владельца. Есть много всякого разного. По умолчанию, если у нас какой-нибудь процесс пытается запустить, процесс, когда он запускается, все знают fork.exec? или не все знают fork.exec? Кто не понимает, как работает fork.exec? Рассказывалось, как у нас порождается новый процесс? Что? Отлично, я поясняю, я в процессе. Ага. Значит, как у нас порождается новый процесс? Сначала у нас тупо эта структура копируется, остается точно такая же, только меняется PID. Заметим, что вот эти вот точечки, они означают, собственно, инструкции, которые выполняет этот процесс, то есть исполняемый код. Там есть еще много чего, но исполняемый код там тоже есть. Это понятно, да? Что процесс знает, что он исполняет. Окей. Сначала у нас создается полная копия, у которой в том числе точечки те же самые. И это делает команда fork. Отличаются там только PID, но еще некоторые детали. Но из того, что вам интересно, там отличается PID. Что? Точно такой же, кроме PID и некоторых деталей. Но с точки зрения исполняемого кода точно такой же. Сначала она запустит условную башу. А потом она сделает if и посмотрит, а нужно ли ей быть дальше башем или не нужно ей больше башем. Если она не хочет быть дальше башем, она хочет быть ls, то она в той ветке, у которой PID изменился, скажет экзек на ls. Выполнить файл ls. Понятно? Потому что так проще. Скажу по секрету. То есть вас что смущает? То, что у нас создается копия, это много и тяжко. На самом деле копия не создается. Профессор был неправ. У нас не копируются физически эти страницы. У нас ставятся на них ссылки, грубо говоря. Маппинги делаются. И если они нам дальше не нужны, то эти маппинги никогда не превратятся в реально скопированные страницы. А что мы сразу не можем? Я считал, что чем он подходит? Вы хотите, как не для других операционной системы, передавать 8 документов по военному окружению? Потому что когда у нас наследуется окружение, это удобно на самом деле. Потому что вот это вот, там не только P2IT и Git. Там есть умы переменных окружений, которые мы хотим, чтобы наследовались. Когда мы запускаем какой-нибудь LS, мы хотим, чтобы у нас current directory, грубо говоря, копировалось. Мы не хотим еще раз все это копировать, вспоминать. Если у нас даваются какие-то переменные окружения в новой версии, мы не хотим переписывать все наши программы, чтобы они копировали новые переменные окружения, которые внезапно добавились. Понятно? Более-менее. Ну, хотя бы проблеск появился, надеюсь, уже хорошо. Возвращаясь к нашим баранам сетуидам. И у нас есть процессы, у которых есть код исполняемый, уид и гид. И у нас есть файлы, у которых тоже есть уид и гид. И у них вот тут на диске валяются какие-то нолики-единички, которые могут тоже стать исполняемым файлом. Тоже могут стать инструкциями, которые выполняются. Ну, после некоторых манипулировать. Итого, если у нас есть процесс, который мы просто запустили, какой-нибудь ЛС, он пошел, взял отсюда, ну, или по СВД, окей, пускай будет еще один ЛС, то он пошел, скопировал уид и гид. Скопировал уид и гид. Пошел сюда, взял, подгрузил, что, собственно, ему делать, инструкции. И поехал дальше исполняться с уидом и гидом, которые были у того процесса, который его породил. Понятно? Все, уже я чувствую совсем плохо. Ну, подержите еще немножко. Теперь, если у нас стоял сет уид и гид на вот этом файле, то тот процесс, который пошел и забрал инструкции отсюда, он, кроме этого, взял и забрал еще уид и гид и поменял его на уид 1 и гид 1, на те, которые были у этого файла. Таким образом, если у этого файла уид и гид были руты, то этот процесс получил уид и гид рута и стал очень крутым, и стал все мочь делать. Понятно? Шикарно. Ну, я рада. Вообще, он сам все меняет. У него есть командочки сет эффектив уид. Нет, делает ядро. Экзек это системный вызов. Но системным вызовом он это делает, специально. Сет уид и так далее. Сет уид может делать только рут. Это делается в момент экзека, Это делает ядро. Окей, ответ. Это делает ядро в момент экзека. Еще какие-нибудь вопросы? Всем все понятно, отлично. Кто мне скажет, сколько у нас времени? 7 часов. У, как все плохо. Есть небольшая особенность использования сет уид бита, тем, что его нельзя ставить на шелскрипты. Его можно ставить только на бинарнике. То, что ставить его на шелскрипты, очень небезопасно. В большинстве дистрибутивов поставить сет уид бит на шелскрипт невозможно. Собственно, домашнее задание лектора запустить шелскрипт и сделать так, чтобы на шелскрипт все-таки можно было поставить сет уид. Или как-нибудь сделать так, чтобы шелскрипт выполнился сет уидными правами. При том, что если напрямую попытаться поставить там плюс s, то это будет, это не сработает. Это я рассказала про сет уид для исполняемых файлов. Как я там еще говорила в начале, сет уид можно ставить и сет гид. Можно ставить не только на исполняемые файлы, но и на директории. Собственно, сет гидный бит для исполняемых файлов работает точно так же, как сет уидный, только с тем, что он копирует права, он копирует группу владельца, а не только самого владельца. Берет из файла, который на диске и подставляет в процесс. Сет гид для директорий. Делать то, что у нас при создании какого-то файла в директории, у нас права. То есть мы говорили, что если мы скажем touch test от имени Васи, нашего любимого Васи, то тест создаться с владельцем Васи и с группой владельца primary group Васи. Теперь, если у нас директория, в которой мы делаем тест, на ней стоит set гид бит на директории, тогда у нас наплюется на то, от чего имени создается, и владелец, и группа владельца возьмутся такие же, как были у директории. Понятно, да? Понятно или нет, что делает set гид для директории? Господа, если вы хотите общаться, то пожалуйста, погромче. Мне тоже интересно. И так же как, то есть Георгий Владимирович, интересно, чем вы общаетесь, но мне тоже интересно. Насчет как обойти сует, невозможно осознать сует на шелскоре. Да, я знаю, что это проблема. Если даешь задание посреди лекции, то половина слушающих начинает его решать. Я очень прошу немножко воздержаться, недолго осталось, еще 30 минут, и вы сможете заняться с полным вниманием домашним заданием. Окей, про set гид поговорили. Про что? Здесь, set гид директории. Если мы говорим на обычной директории touch test, то представь, когда мы говорим stat test, то у нас тут скажут Вася, владелец Вася, ну, группа users, скажем, если он был, primary группа у него была users. Это понятно, да? Если у нас директория, в которой создавался тест, на нее был поставлен set git bit, и у нее были владелец и группа владельца, скажем, с какой-нибудь там, Маша, став, то у нас у новосозданного теста, несмотря на то, что его создавались под Вася, владелец и группа владельца будут Маша, став. Более того, в БСД такое поведение по умолчанию. У нас наследуются владелец и группа владельца от директории, а не от. Сатуит для директории, если у меня есть какой-нибудь смысл сатуит для директории, я не помню, по-моему, он не имеет значения. Ничего не будет, вообще. То есть ты хочешь сказать, что там оунер не наследует, наследует только группа, да? То есть я не помню ни одного мускеса, где используются татуит, я не знаю. Ну, при описании, это используется для создания варкспейсов общих. Ну, это точно не так. Окей. Если там в директории, да. Владелец файла не изменит, суть по всему, я вам нагло наврала. Внимание, я вам нагло наврала. Пресет гид в директории изменится только группа владельца. У наследуется от группы владельца в директории. А владелец собственного файла останется все равно Вася. И используется это, когда у вас есть какая-то директория, в которой вы хотите работать над проектом, у вас все люди, работающие над проектом, зачислены в одну группу, и вы хотите, чтобы если они в этой директории что-то создавали, то у вас по умолчанию все бы, кто в этой группе работал, имели туда бы какой-нибудь установленный доступ. Вот, качают головой. Видимо, я все-таки угадала со второго раза. Окей. Ты хотела рассказать про стики бит еще что-то? Да что, по-моему, рассказывай. Хочешь? Я просто не знаю, что ты еще говоришь. Не, ну, смотри, стики бит – это такая штука, она, исторически стики бит использовался для того, чтобы пить библиотеки в памяти, чтобы они не выгружались в автомат. Сейчас стики бит используется совершенно по другому назначению. Это было также CSV, Unix CSV. А сейчас стики бит используются для того, чтобы указать, что… Ну, это очередной костыль в дискреционной модели. И используется для того, чтобы указать, что удалять файлы может только Овня. Изначально у вас есть такой специального вида файл под названием… Ну, скажем так, что странно, но, на самом деле, в принципе, мы совсем так. Директория, в которой отдельно восстанавливаются права, там, на чтение, на запись и на исполнение. Они имеют, наверное, уже рассказали, какую-то свою семантику. Вот, в связи прочего, запись означает то, что вы можете менять содержимое директории. В содержимое директории, соответственно, файл, который там находится. Точнее, в самом деле, это ссылки на инода уже с содержимым файлом. Вот, соответственно, менять директорию, означает, что можно добавлять, удалять файлы в эту директорию. Вот, а стики бит это разрешает делать только над теми файлами, Овня, которым является пользователь, который пытается сделать. Всё. То есть, ну, очередной костыль в дискреционном, а дальше так же, как сатуит и сфгит. Ну, вот, тут на директории TMP это с сети бит стоит лучше. То есть, это ставится обычно на общий файл. Да, 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 у вас директория просто еще один файл. На файл сети бит он никак не используется. То есть, он уже никакого эффекта не имеет. Исторически, да, для библиотек, чтобы они оставались в память, эти загрузки. Вот, сейчас оно не используется никак, потому что это разруливает... Ладно. То, что разруливает... Наверное, все-таки ты дисковый кашей и... Наверное. Вот, сейчас мы... Ладно. Я надеюсь, что все поняли, что такое стики бит, как он используется, зачем он нужен. Продолжаем наш разговор. Следующая тема, которую я бы хотела осветить, это су и судо, волшебные командочки. Как мы тут уже говорили много раз, есть много всякого разного, что можно делать только суперпользоваться, а вообще-то хотелось бы делать иногда нам. там, да, то есть там какой-нибудь ad group, ad user, да, ну и что уж там, что он мы тоже иногда хотим делать сами. Есть несколько... Ну, конечно, можно было бы сказать root при логине, ввести пароль roota, запустить какую-нибудь x-овую сессию, если она у вас по дефолту стоит, и наслаждаться. Вообще-то это не очень безопасно и так делать не принято, потому что очень хочется приложение, запускаемое из-под roota, минимизировать просто вот по самое не могу. Поэтому обычно из-под roota сессии не запускаются. Для того, чтобы получить временно права roota, используется либо switch user su, либо судо. Сначала switch user su, потому что она попроще. Значит, switch user позволяет притвориться любым пользователем, если вы знаете его пароль. Соответственно, switch user по умолчанию root, если не по умолчанию, то можно сказать имя пользователя. Дальше вас попросят ввести пароль этого пользователя. Ну, соответственно, когда вы хотите это закончить, вы прибиваете ту сессию, в которой вы это делали, или просто говорите ctrl d, ctrl d, да? Ну вот. И заканчиваете выполнять из-под su, возвращаетесь в своего обычного пользователя. Вот после того, как вы ввели su и ввели пароль, у вас появляется волшебное приглашение от roota, и появляются права roota суперпользователя. Если вы скажете просто su, то у вас ваше переменное окружение останутся какими были, вашими. Если лучше говорить su минус, тогда у вас ваше переменное окружение заменится на переменное окружение того пользователя, под которого вы пытаетесь замыслить. Фактически будет выполнен логин. Но по-хорошему у вас переменное окружение, которые у вас так были вашими, Они заменятся на переменное окружение того пользователя. Что еще хорошее можно сказать про СУ? В чем недостаток, почему все не жили счастливо только СУ? В том, что если у нас есть, например, машина, ее нужно администрировать, и у нас несколько человек ее администрируют, то всем рассказывать пароль РУТА это как-то не очень хорошо. К тому же, например, человек может перестать администрировать эту машину, уйти в отставку и вообще обидеться на всех. И тогда нам нужно либо менять, тогда нам нужно фактически менять пароль РУТА, всех оповещать о новом пароле РУТА, и это печально вообще. Как минимум вообще потому, что если два человека знают все и так далее. Пароль РУТА, который рассказан пяти людям, это некрасиво, небезопасно и вообще плохо. Поэтому СУ применяется, но в основном для своих домашних дел. Если у вас там есть одна домашняя машина, под которой вы там один сидите, то вы можете делать СУ. Я думаю, что еще СУ использует сам РУТА для того, чтобы предотвратить строгие вспоминания. Ну да. Если вы хотите там что-нибудь сделать, положить красивые картинки в какую-нибудь там директорию, кому-нибудь подарить, и хотите, чтобы вас не запалили, у вас есть труд по машине, то вы делаете СУ, там, Таня, и кладете ей красивые картинки на рабочий стол. Я говорю, более практичное спорство, так просто для того, чтобы упростить какие-то действия по ним и отпориться, например, там, СХ-ключики подправить. Ну или вы хотите сказать СУВВВ и подправить индекс HTML. Да, да, конечно, но это гораздо менее весело, чем СУТАНЯ, согласитесь. Окей. В общем-то, учитывая недостатки СУ, люди решили попытаться их исправить. И придумали большое развестистое СУДО. СУДО позволяет предоставить права суперпользователя, ну или любого другого пользователя, впрочем, как и СУ. При этом, говоря не пароль этого суперпользователя или другого, не говоря пароль суперпользователя. Кстати, да, если РУТ делает СУ на какого-нибудь пользователя, то ему, естественно, никакой пароль не нужен, он же РУТ. Его пустят без пароля. Но это так, чтобы не было непоняток. СУДО позволяет выполнить какую-нибудь команду. Сейчас. Ну, например, шатдаун. Там минус R, плюс 15. Ребут какой-нибудь. Ну, ребут. Строка. Это... Хорошо, без кавычек. Я думаю, что с кавычком людям понятнее, что это строка, непонятно, какой параметр чего-то там. Окей, хорошо, уговорил. Так, можно? Спасибо. На этом, если у нас все хорошо настроено, и у нас есть права это делать, то есть если добрый администратор нам выдал эти права, как он нам будет их выдавать, я сейчас расскажу. Нас спросят наш пароль, а не пароль РУТа, и сделают шатдаун. Ну, соответственно, пример, когда мы хотим не РУТом притворяться, а, скажем, кем-нибудь еще. Ну, вот тот пресловутый ВВВ. Ну, вот тот пресловутый ВВВ. мы притворяемся пользователем ВВВ и правим какой-нибудь там индекс HTML. Вот. Собственно, чтобы все это так прекрасно работало, нужно немножко постараться администратору. То есть, да. Когда я выполняю команду с УДО, я должен вводить свой пароль? Да. Тот пароль, под которым сейчас все думают учет? Да. Зачем? А вдруг это не вы? Все думают учет. А вдруг это не вы? Вдруг это какое-то вот странное существо. На самом деле это настраивается. Причем вы вводите свой пароль для того, чтобы исклинить пароль. Забыл, человек, хозяин машины, отошел покурить. Вот, человек, хозяин машины, зашел покурить, а у него СУДО на все, что угодно на этой машине. Вот. Окей. Вот. На все действия, которые могут быть произвольно опасными, одно не проявляет СУДО, если нет. Что нужно сделать? А что, Наталья? Сейчас расскажу. Значит, по умолчанию любую команду практически вам можно будет выполнить, только если вы себе поставили УБУНТУ, и там все настроено по умолчанию. Если вы поставили какой-нибудь не столь УБУНТный дистрибутив, то если вы попытаетесь сделать вот такую штуку, вам скорее скажут, что вы не в СУДОЕРах, и вообще, что вы здесь хотите. Соответственно, как попасть в эти пресловутые СУДОЕРы, и как сделать так, чтобы вот это вот все, собственно, работало. Значит, есть волшебный файлик. ЕТЦ СУДОЕРС. ЕТЦ же он, да? А то сейчас расскажу еще каких-нибудь глупостей. В котором, собственно, и прописывается, кому, что, сколько раз, и когда можно. Когда и сколько раз, то мне нельзя прописать. Ну, извините, кому и что можно. Значит, его синтаксис полный. Можно посмотреть в примерах, потому что он большой и длинный. Но несколько примеров я... Что? По нему есть MAN, в каждом разделе MAN 5DS. Да, по нему как-то странный... Там, собственно, подробно описывается этого файла, поскольку это очень критично. Файл к безопасности системы. Учитывайте, это система файла, если его не правильно продактировать, он будет стать очень грустным. Поэтому он... Ну, я все-таки расскажу основы, как он составляется. Несколько примеров, да? Во-первых, там можно создавать алиаз. Если вы, например, хотите что-то разрешить группе пользователей, на группе машин, тогда сначала вы задаете какой-нибудь там алиаз в духе. Где мне начать писать его? Наверное, здесь мне его начать писать. Чего? Как раз, каких машин у меня за влагинем. Там же указывается машина, на которой находится пользователь. То есть у тебя есть ремонт-влагин. Тогда у тебя будет не локальный влагин, а ремонт-влагин. И тогда вот, собственно, урегулируют, то, с каких машин можно делать селеными командами. Ну, окей. Топольки? Мы лучше не говорим. Хорошо, хорошо, я вообще молчу. Допустим, мы хотим разрешить какой-то набор команд. Например, хотим там дам разрешить делать. Ну, скажем. Или мы хотим выстрелить себя в ногу и разрешить пользователям делать ребут. Тогда делаем алиас ребут и говорим, что он равен там какой-нибудь user has been reboot и запятая, в котором user has been fastboot. не суть важна, какие именно здесь команды. Суть в том, что вы можете написать список тех приложений, которые вы хотите разрешить запускать пользователю или пользователям. пишите этот список. Обзывайте этот список как-нибудь и потом в своих правилах можете этот список использовать. Точно так же вы можете сделать список пользователей, которым вы можете это разрешать. юзер алиас. Ну, скажем, как бы, ну, full-timers. Я просто переписываю вам примеры на самом деле, общеизвестные. Ну, и пускай это будут все те же наши любимые Вася, Маша. Вася и Маша. Итого. Что мы хотим разрешить? Кому мы хотим разрешить? Отлично. Дальше, собственно, мы пишем сначала. Дальше пишем правила. В правиле мы указываем сначала кому. Full-timers. Дальше мы указываем где, но в нашем случае это почти всегда будет all. Те, в кого не устраивает, что здесь стоит all, могут почитать man и узнать, что здесь можно еще писать, кроме all. Дальше идет равно. Дальше здесь на самом деле может идти всяко-разно. Например, здесь может идти волшебная строчка ноу по СВД, которая, собственно, разрешит нам не то, что стрелять себе в ногу, а просто стрелять себе в голову прямой наводкой из пушки крупного калибра. То есть эти у нас пользователи смогут выполнять те команды, которые мы тут укажем, не вводя пароль, а вот просто так. Так делать не надо, забудьте про это. Я вам просто рассказала, что такое бывает. Дальше мы говорим, собственно, что мы хотим делать. Мы хотим делать ребут. Каким? Ой, я что-то не то сказала, кстати. Вот. Собственно, все. Мы сказали, что у нас фуллтаймерсы могут делать ребут. Да? Что я еще забыла? Вот. Ну, соответственно, если мы хотим разрешить себе все, то мы можем сказать, что наш Вася может сделать все везде. Будет так работать? Должно. Указание группа. Это не группа, а самая историка? Да. Варционально. Окей. Еще раз. Если вы поставите в бунт, у вас это мучиться не надо. Если вы не поставите в бунт, вы смотрите первый какой-нибудь судоэрс-туториал и копипастите все, что вам нужно. Уже прописаны и просто закомментированы. То есть вам нужно просто прочитать, раскомментировать то, что вам хочется. И у вас все заработает. Сколько у меня остается времени? Окей. Значит, про судоэрсов про судо рассказали. На этом хорошее и простое немножко заканчивается. И мы вступаем в те самые мандатные ролевые политики, ту модель доступа, про которую упоминалось в начале лекции. В традиционных моделях, в традиционном Unix их не было. Но поскольку в них была нужда, особенно в организациях, во всяких, для того, чтобы получать всякие сертификаты по безопасности, которые очень хотелось, чтобы мочь использовать в этих организациях, нужно было что-нибудь, что помогало бы реализовывать политики безопасности более строгие, чем дискрепционные, в которые все-таки каждый там слишком свободен, раздавать права может, всякие такие странные вещи делать. Это было достигнуто при помощи так называемого SE Linux. Сначала все-таки было продюсации, то, что позволяло дегулировать отдельную возможность выдачу прав. Про цель мы немножко рассказали, но его все равно не хватало. Мандат на это там, когда слигнется, было кучу всего. Но слигнулся к текущей организации, точнее, то, что есть сейчас в регионе грязи. То есть вот это будет еще раздавал. То есть АЦЛ, про которую мы говорили, он все равно не реализует ни мандатную, ни ролевую модель, потому что в том же АЦЛ мы сами можем сказать set F-АЦЛ и поменять права. Нам хочется, чтобы у нас пользователь сам не мог права менять. Мы хотим, чтобы у нас только централизованно, администратором контролировалось все получение прав. Значит, окей. SE Linux работает на уровне ядра, и, во-первых, он вводит понятие, опять же, своих объектов и субъектов, которые уже ни разу не пользователи, не процессы, а некоторые его внутренние сущности. Он позволяет ставить в соответствие сущности, существующие в системе, начиная от пользователей, файлов и все остальное, ставить в соответствие этим объектам и этим субъектам, то есть прописывать правила, по которым они ставятся в соответствие. И он позволяет разными хитрыми способами задавать политики взаимодействия этих объектов и этих субъектов, своих уже, личных, которые отдельной политикой ставятся в соответствие реальным существующим пользователям, файлам и так далее. Значит, политика пишется на специальном языке, который потом компилируется и скармливается ядру. Ядро его подхватывает и начинает активно применять, не пущать, не давать и так далее. СЕ-Линукс не обязательно сразу начинает запрещать. У него есть несколько моделей работы. Он может работать enforced и может работать с permissive. в зависимости от того, как вы ему скажете это делать. Если он работает enforced, то он смотрит на политику, внимательно смотрит и там может реально что-то запретить, кого-то куда-то не пустить. Если он перемесив, то он смотрит на эту политику и все нарушения, он пишет в логе, что вот тот-то у нас пошел не туда, ай-яй-яй, но при этом не запрещает. То есть такой шпион. Кто что не так сделал, все докладывает. Для того, чтобы свои права и все прочее реализовывать, он приписывает к файлам в extended attributes, так же, как у нас раньше там были пользователи и прочие списки доступа, он приписывает labels. По которым он начинает судить о том, что пущать, не пущать, давать, не давать, делать, не делать и так далее. Что еще хорошего? Что хорошее в том, что политики мы можем менять на лету. То есть мы передумали, решили что-нибудь изменить, перегрузили политику, она нас сразу подхватилась. Перезагружаться полностью нам для этого не надо. Что еще хорошего, что еще хорошего? Ну, пример политики приведи. Это хороший, конечно. Еще бы он у меня был пример политики. Нет, пример политики не будет, потому что я его не распечатала. Значит, на самом деле, если рассказывать нормально, про него нужно рассказывать целую лекцию. И сегодня, в любом случае, это был бы явный неуспех. Поэтому, если вы хотите понять, что такое SE Linux нормально, а не вот так вот совсем на пальцах, то вы идете на волшебный сайт. И делаете там в раздел «Лекшнс». И внимательно смотрите на полуторачасовую лекцию, которая посвящена SE Linux. Она там есть. Она там есть в виде слайдов, и она там есть в виде аудио-видеозаписи. Две полуторачасовые лекции про SE Linux. Вы внимательно идете, смотрите и проникаетесь величием, и как его использовать, тоже проникаетесь. Есть ли вопросы по содержимому лекции? Продолжение следует. Там экстричная организация, модель «Бару вопаду». И организация модель. Любая модель у вас есть, соответственно, 4 типа сущности. Это субъекты, объекты, действия, еще что-то было. Ну, роли, собственно, не знаю. Роли там шли. Да, да, да. Если у вас субъекты, то что-то. Вот. А у вас субъект, то лист набор ролей, соответственно, для ролей вы прописываете, то, в общем, для субъекта ролей вы прописываете. Такие... Набор действий можно управлять на теменными объектами. Да, над теменными объектами. И, естественно, набор вот этих правил и есть, вот это вот проливай полиции. Вот. Просто более сложно. В принципе, с помощью мандатной адресовки вы можете там реализовать какие-то более... Ну, различные сложные правила, куда вам нужно там выделить несколько ролей с различными правами, которые будут пересекать. Если кратко и можно, я попытаюсь обрезать. Которые пересекаются, но у них есть ответственность. В первом роли есть, надеюсь, что у меня есть, у меня есть вторая. И в втором роли есть, и здесь он не может исполнять первую. Ролевая от мандатной отличаются только тем, что в ролевой есть роли, которые можно быстро менять. Если мы хотим, чтобы у нас пользователь... Сначала он мог кто-то, а там через 10 минут мог кто-то резко, то нам удобно использовать ролевую, потому что в мандатной нам такой финт очень сложно будет провернуть. Или мы хотим, чтобы у нас там... Мы завели пользователя работать над двумя проектами. У одного проекта мы хотим, чтобы все, кто работает над ним, были одни права. И мы хотим, чтобы у другого проекта, у тех, кто работает над другим проектом, были другие права. Вы же не политически представляете? Ну, роли... Можно и так сказать. Политики у вас выделяются для родителей. Набор политики. Это же роли, это набор... Это набор прав. Набор разрешений. Политика тоже несчастущность. Политика определяет отношения данной роли. А роли просто некий дезинфикат. Можете видеть пример, какой-нибудь ролевой системы друг друга? Ролевой системы доступа, применение ее? Или... Там и такая, и такая можно... Нет, ну, она там поможет ролевую фактически. Можно сделать там и роли, и какой-нибудь будет являться ролевой мандатной. Чаще всего, если и линокс используют ролевую модель доступа. Мандатная там тоже есть, но про нее вообще очень редко говорят. Почему? Ролевая более гибкая. Ролевая более гибкая, поэтому если есть ролевая, используют ролевую. Еще вопросы? Хорошо. Все ли подписаны на рассылку? Нет. Во-первых, те, кто не подписан на рассылку, подпишитесь на рассылку. Есть ссылка на рассылку. На великолепном сайте unich.ru, который теперь уже работает. Есть, во-первых, конспекты лекции, во-вторых, объяснение, как подписаться на рассылку. Во-вторых, тем, кто не считает рассылку, расскажу, что 3-го и 10-го ноября состоятся открытые лекции специалистов и сенгинкс. Очень интересные. Значит, 3-го ноября будет сравнительный анализ архитектур серверных интернет-приложений для высоких нагрузок. А 10-го ноября будут особенности построения современных сетей доставки контента. Простите. Все это дело будет происходить в аудитории П-5? 18.00. 18.00. Соответственно, 3-го ноября и 10-го. Затем всем спасибо за внимание. Пожалуйста.